Опасное маркхистское говно. Январские протестные акции в России, инициированные Алексеем Навальным, оказались, к удивлению многих, не совсем тем, чего от них ждали и организаторы, и те, кто им противостоял. Это уже не было детским утренником, как в прошлые годы. На улицу вышли в основном люди трудоспособного возраста, и очень многие из них не за Навального. Да все не устраивает. В первую очередь неуважение к людям. Об них вытирают ноги, врут на каждом шагу. Неправды, ничего не узнаешь. То, что мы здесь не можем собраться, то, что мы не можем изъявить свою волю, то, что мы не можем на выборах выбрать того, кого хотим, вот это мне не нравится. Уверен, что всю эту ситуацию власть провоцировала сама, поскольку запретила фактические митинги. Люди должны иметь возможность выходить и акцентировать свои требования власти, обсуждать с властью те претензии, которые у них есть. Тем, кто содержится за счет людей, за счет жителей, в данном случае за счет насмечений. Вторая группа за мной. Вы выходите за Навального или просто за другую Россию? Я просто, нет, я просто за другой Россию, да. Без путинского правительства. То есть мало просто там какого-то его преемника. Мне нужно в форсу снимать его, скажем так, кабинет власти. Мне не Навальный, никто. Мне свободу нужна, чтобы была выражена. Я мог выразить свое мнение, и все. В Ижеске так вообще протестную инициативу перехватили представители левых РСД и РРП и двигались по городу с лозунгами, отличными от лозунгов Навального. Они открыто высказывают свое мнение. Интересное исследование состава протестующих в Санкт-Петербурге провели в издании «Фонтанка.ру». Опросив 53 задержанных на митинге 31 января, они составили несколько диаграмм, из которых видны возраст, образование, сфера занятости и степень вовлеченности в подобные акции ее участников. Согласно полученным данным, более 90% задержанных имеют возраст от 20 до 50 лет. Больше половины из них имеют высшее образование. Более 70% работают, и почти 50% впервые вышли на подобную акцию. Иными словами, участников январских протестов уже никак нельзя назвать малолетними. И вообще, как это жить? Работать за копейки? Вообще непонятно, что творит с народом. В деревнях люди без дров сидят, дрова себе позволить не могут, на пенсию мёрзнут люди. А он хоромы строит, бессовестный. Как и списать на происки госдепа, то, что 30% от вышедших на улицу граждан оказались в возрасте от 30 до 50 лет, а 5 даже старше 50. Представьте себе, что банда пришла к власти у нас в стране, захватила страну нашу, да, и нещадно грабит ее. У нас уже в стране, нам ничего не принадлежит. И движут многими из них не столько призывы Навального, сколько собственные претензии к деятельности государства. Алексея мы тоже поддерживаем, конечно, потому что он такие расследования в массы дает. Переживаем за него тоже. Вот как лидера мы его, конечно, пока не рассматриваем. Вот только сформулировать внятно эти претензии, граждане либо не могут вообще, либо делают это так, что становится очевидно. Их представления о происходящем и о том, к чему действительно стоит стремиться, крайне далеки от реальности. Рассмотрим пару конкретных, но характерных примеров. Пример первый. 31 января, Москва. Надпись на транспаранте. Новому царю, новый 1917 год. Ниже логотип социалистической альтернативы, организации, ставящей своей целью, цитата, «Объединение рабочих и всех угнетенных в мировом масштабе для борьбы за социализм». Борются за социализм, ребята, с вот этим вот транспарантом и под лозунгом «Мы здесь власть! Мы здесь власть!» Борьба за социализм – дело хорошее. Вот только надпись на транспаранте недвусмысленно говорит о том, что бороться за социализм ребята планируют с призраком. Царь – это не просто крайний сверху чувак, обладающий властными полномочиями, а также, что совершенно не обязательно, дворцами, машинами и резиденциями. Царь – это неотъемлемый, скрепляющий элемент конкретной общественно-экономической формации – феодализма. Феодализм в России закончился в феврале того самого 1917 года и назад не возвращался. В октябре 1917-го началось строительство социализма, а в результате контрреволюции 1991-го мы вернулись в капитализм, то есть в то, что было между февралем и октябрем 1917-го. Капитализм – это общественно-экономическая формация, характеризующаяся господством товарного способа производства. То есть все, что производится, производится ради извлечения прибыли от продажи, как товар, а не для частичного собственного потребления, обмена или натуральной оплаты податей и налогов своим продуктам, как при феодализме. Хотя, конечно, и при феодализме часть произведенного, если имелся избыток, предназначалась для продажи. Так вот, у нас сейчас капитализм, наличие в общественной жизни отдельных внешних атрибутов, эдакого налета феодализма в виде богатства и роскошной жизни чиновников, наследования власти и собственности, княжеского самоуправства глав регионов, никак не меняет способ производства. Он остается товарным, и именно это является определяющим. Именно этот способ производства является причиной бесконечных экономических кризисов, ухудшения жизни основной массы населения, войн торговых и обычных и прочих проблем. Соскабливание упомянутого выше феодального налета вместе с его носителями никак не повлияет на общую ситуацию. На месте соскабленного тут же образуется новый. В нашем случае, из тех, кто сейчас призывает просто соскаблить старый, не трогая формацию. То есть, мы не можем повторить февраль 1917-го. У нас нет ни царя, ни монархии, ни феодализма. Все, кто сегодня говорит об этом и призывает к этому, либо плохо знают историю, скорее всего, молодежь на видео именно из этой категории, либо они подлецы, пытающиеся, как обычно, на плечах граждан въехать во дворцы нынешних хозяев страны, чтобы просто занять их место. Граждане с этого не получат ничего, кроме люлей от полиции. Повторить можно только октябрь 1917-го. Перейти от капитализма к социализму, обобществив все крупные средства производства и заставив их нынешних владельцев трудиться наравне со всеми остальными. Только это приведет к позитивным изменениям для основной массы граждан. И рано или поздно это произойдет, независимо от чьих-либо желаний и убеждений. Но для этого совершенно нет нужды свергать несуществующего уже более ста лет царя. Что же до лозунга «Мы здесь власть!» Разобраться с ним нам поможет второй пример. Это сравнительно старое фото, но в ходе январских протестов оно снова замелькало в соцсетях. Что же здесь не так? Чтобы нанять чиновника для управления государством, нужно этим государством владеть. Не формально по бумажке, а фактически. Фактически нашим государством владеют собственники крупных и средних средств производства. Олигархи. В их руках сконцентрированы все основные производственные мощности, объекты недвижимости и финансы. Даже нашими деньгами, пока они лежат не у нас в карманах, а на формально наших счетах в банке, фактически владеют и распоряжаются они. И именно они на эти самые деньги нанимают чиновников, чтобы те обеспечивали и укрепляли их права, а не наши. Выборы, на которые они нас так неистово каждый раз затаскивают. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России, зависит, по какому пути пойдет наша страна. Преследует лишь одну цель. Создать видимость народного одобрения действующей системы. Легитимизировать ее. Не просто те или иные лица и фамилии в кабинетах, а именно систему взаимоотношений между классом хозяев средств производства и классом наемных работников. Большинство из нас в этой системе – наемные работники, пролетарии. Пролетарий – это далеко не только рабочий в робе у станка или скайлом в шахте или какой-то другой привычный из советских фильмов образ. Пролетарий – это тот, кто получает доход от продажи своей способности к труду, кто нанимается к владельцу средств производства завода, парохода, парикмахерской, магазины и так далее, и получает от него зарплату. И зарплата эта, к удивлению многих, вовсе не является эквивалентом труда работника. Она – эквивалент стоимости тех средств существования, которые нужны работнику для продолжения работы и воспроизводства себя. А разницу между тем, что он произвел, и тем, что получил в виде зарплаты, в 2019 году подсчитал главный счетовод страны Алексей Кудрин. Согласно его подсчетам, работник в России в среднем производит на 23 доллара в час. А получает из них только 2 доллара в час. Все остальное уходит отчасти в налоги, отчасти просто в карманы владельцев средств производства. И так трудится около 70% граждан страны. Так кого могут нанять, или тем более уволить эти 70% граждан, которые ничем не владеют, а от произведенного своим трудом получают лишь 11-ю часть? Никого! И остальные 30% тоже не могут. Они лишь чуть богаче, но также бесправны по сути. И не смогут, пока не овладеют средствами производства. Не поменяют лица в кабинетах, не переназовут министерства и ведомства, а поменяют характер собственности основных, общественно важных средств производства, чтобы они принадлежали не кучке паразитов, а всему обществу. Россия с Путиным, конечно, не будет России для рабочих. Но и просто без него, но с прежней системой она тоже такой не станет. Вот что необходимо разъяснять всем гражданам, а не вызывать призраков давно почившего царя и разводить в головах табуны розовых пони. И делать это нужно не на митингах в защиту неугомонного претендента на призрачный трон. На этих митингах нет почти никого из тех 70% самых обобранных. Они либо на работе, либо дома, набираются сил перед рабочей неделей. Им сейчас не до протестов. Детей бы прокормить, да самим не сдохнуть. Они следят за всем со стороны, через интернет и телевизор, обсуждая потом увиденное с друзьями и коллегами. Вот в интернете и при непосредственном общении и надо с ними работать. Каждый день, с каждым отдельным человеком. Пока кризис и неустанная забота государства не выгнали их всех на улицы без идей, но с иступленным желанием разнести все вокруг к чертям. Новых нам целей и задач, друзья. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok